МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. 30% иностранных инвестиций и стабильная ситуация на рынке труда. Итоги социально-экономического развития за три месяца подвели в Гродненском горосполкоме. Без языковых барьеров. Дети из Китая с июня начнут учить русский язык в Гродно. Количество погибших на пожарах растет. В Гродненском облсполкоме прошло заседание по чрезвычайным ситуациям. Все начинается с присяги. Молодые таможенники принесли торжественную присягу у подножия Кургана Славы. Вечная атмосфера творчества. Гродненскому колледжу искусств 70 лет. Итоги социально-экономического развития за три месяца текущего года подвели в Гродненском горосполкоме. Уже традиционным стало проводить выездные заседания на предприятиях города. На этот раз представители местной власти посетили Гродненский завод торгового машиностроения. Его основная продукция – посудомоечные машины. Такие заседания за пределами кабинетов, отмечают специалисты, помогают изнутри узнать, чем живет предприятие и как оно развивается. К слову, совершенствование организации города – одно из важных направлений. Ситуация в сфере труда остается стабильной. Только в этом году за счет создания новых производств и предприятий трудоустроено 532 человека. В целом, динамика развития экономики и социальной сферы положительная. Рентабельность продаж увеличилась на 1%, а 30% инвестиций за первый квартал поступило от иностранных инвесторов. Мы вышли на прогнозные показатели. Практически один показатель – это рост заработной платы. Плановые показатели роста заработной платы мы не достигли. Об этом мы тоже сегодня будем говорить. Но, к сожалению, это большая часть предприятий, которые заработной платы не соответствуют тому уровню, который мы планировали. Дети из Китая с июня начнут учить русский язык в Гродно. Представители китайской делегации из провинции Ганьсу снова приехали в наш город. В прошлом году на две недели они стали студентами Купаловского университета. Переводчики и сотрудники администрации китайской провинции углубляли свои знания русского языка, что, несомненно, позволит более тесно работать представителям наших двух стран. Согласно концепции «Один пояс – один путь» Китай выстроил довольно перспективное сотрудничество с русскоговорящими странами. Поэтому переводчики, совершенствовладеющие языком, незаменимые сотрудники на всех переговорах. Такой опыт сотрудничества понравился нашим партнерам, и они готовы его продолжать. В прошлом году, когда в ходе посещения 5-й гимназии с статистическим уклоном, была достигнута предварительная договоренность о том, что будут установлены связи по-братимски между гимназией 5-й нашего города Гродно и одной из школ с похожим направлением в провинции Ганьсу. Уже этим летом китайская делегация вместе с детьми приедет в Гродно налаживать культурные связи. Ребята из восточной страны выступят на одной сцене вместе с гродненскими. Это станет еще одной точкой соприкосновения в отношениях между двумя странами. Как они сами говорят, умение общаться не только по деловым вопросам способствует развитию как самого бизнеса, так и доверительных отношений между странами. Кроме того, китайская сторона активно знакомится с белорусской культурой. Специалисты из Китая учат русский язык давно. Некоторые из них уже сейчас могут свободно говорить с русскоязычными коллегами. Говорят, культурные связи действительно помогают наладить дипломатические отношения. Русский язык – это один из самых сложных языков в мире. Я в нашей стране 7 лет училась по русскому языку. Еще полгода была в России, в Москве, там училась. Русский язык, как сказать, мне очень нравится. Хотя грамматика сложная, но нравится. Культура, конечно, разнообразная, но у нас есть многие культуры и искусства и так далее похожи. Например, наш народ, наши народы, все наши народы гостеприимные, добрые, симпатичные, красивые. Гродненская региональная таможня – крупнейшая в стране. На пунктах пропусков, расположенных вдоль границы Белоруссии по всей области, трудятся профессионалы своего дела, которые исполняют свой долг по защите экономических интересов государства ответственно и честно. Молодые специалисты, которые пришли работать на таможню около полугода назад, успели понять базовые принципы этой службы и теперь торжественно дали клятву с честью и достоинством исполнять свой профессиональный долг. Подробности в нашем следующем материале. Для любого человека, который носит на плечах погоны, присяга – это нерушимая клятва. Так все случилось и у Анастасии Кислой, которая уже около полугода работает в пункте пропуска привалка инспектором отдела таможенного оформления и контроля. Девушка призналась, что волнение перед таким ответственным торжественным мероприятием испытывает, но еще сильнее – гордость за себя. К этой службе шла давно и рада, что теперь она в рядах гродненских таможенников. Я выбрала именно эту профессию, потому что я восхищаюсь людьми, которые носят форменную одежду. Я считаю, что каждый из них – это образец для подражания, это пример, стимул всегда быть лучшим, быть первым, служить государству и защищать его интересы. Всего здесь, у подножия Кургана Славы, присягу на верность профессии принесли 40 молодых специалистов, каждый из которых отработал уже около полугода. Они, как говорят, на таможне уже нюхнули порох профессии, узнали ее подводные камни, а значит присягу принесли с полным осознанием ответственности и важности того дела, что лежит на их плечах. Здесь же собрались начальники всех пунктов пропуска Гродненской региональной таможни, руководство, ребята, учащиеся таможенных классов и родственники. Присяга – первый важный этап в карьере молодых таможенников. Что я испытывал? Ну, конечно же, и веру, и надежду, и любовь. Веру в то, что у нее все получится. Надежду на то, что она достойно будет продолжать традиции не только своей семьи, но и тех учителей, с которыми ей довелось пройти по жизни до сегодняшнего дня. Основная задача таможенной службы Беларуси – защита экономических интересов страны. Эта обязанность требует от своих исполнителей высоких профессиональных качеств. К слову, специалисты в таможне всегда отбирались лучше из лучших. И те, кто сегодня пополнил ряды таможенной службы, соответствуют всем высоким критериям. 2018 год по сравнению с 2017 годом говорит о том, что внешнеэкономическая деятельность страны увеличивается, активизируется экспортный потенциал республики, на 20% увеличилось поставок наших товаров за границу. Соответственно, в таможенной системе нужны молодые, опытные, высококвалифицированные специалисты в области таможенного дела, для того, чтобы таможня способствовала развитию внешнеэкономической деятельности, способствовала развитию бизнеса. К слову, эта торжественная присяга состоялась в преддверии Дня чествования ветеранов таможенной службы, который отметят 29 мая. Такая связь поколений в одном мероприятии считают на таможне важный элемент становления настоящих профессионалов своего дела. Эландо Будила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. Количество погибших на пожарах в области растет. Только за пять месяцев текущего года жертвами огня стали 24 человека. Это на два больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная причина гибели – неосторожное обращение с огнем. При этом 70% пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Активно ведутся профилактические работы. Они тоже дают свои неплохие результаты, отмечают пожарные. Только вот, чтобы максимально снизить количество пожаров и пострадавших на них, одной из сложной работы сотрудников МЧС мало. Здесь, говорят, все службы должны быть задействованы. При этом каждая должна выполнять свою работу качественно. Каждый субъект профилактики должен выявить недостатки, которые есть в том или ином домовладении. Для того, чтобы, если домовладелец не в состоянии самостоятельно устранить данные нарушения правил пожарной безопасности или другие какие-то недостатки, они рассматриваются на седании рабочей группы, райисполкома. И если этот гражданин подпадает под какую-то социальную защиту, то ему, возможно, за бюджетные средства будет сделан ремонт печного отопления, либо электрооборудование, либо установлен автономный пожарный извещатель. Гродненский государственный колледж искусств отмечает большой юбилей. В этом году ему исполнилось 70 лет. Тысячи студентов отсюда вышли дипломированными специалистами, а главное – достойными артистами и людьми из мира творчества. Все десятилетия колледж не изменял своим традициям и до сих пор открывает и развивает таланты, как минимум, Гродничины. Часть из них выступили на юбилейном концерте. Подробности с большого праздника в нашем следующем сюжете. Ровно 70 лет назад на этой сцене начали зажигаться звёзды. Спустя годы ничего не изменилось. Самые талантливые и перспективные со всей Гродненской области, да и со всей страны, мечтают стать студентами Гродненского колледжа искусств. Почти 40 лет назад тогда ещё девочка Наташа, а сейчас Наталья Павловна, тоже грезила об этом. Здесь исполнились сразу её две мечты – стать артистом и преподавателем. Хотя тогда, в 70-е, она даже подумать не могла, что именно она будет готовить основную часть большого юбилейного концерта. В команде Натальи Порохневич работает несколько педагогов. Кстати, вместе они тоже уже не один десяток лет. И только лучшие танцоры колледжа. Потенциал настоящего артиста Наталья обидит, что называется, с первых шагов. Поэтому в её коллективе есть и первокурсники, которые сначала сильно хотели выступать, а потом много работали ради трёх минут на сцене. Танец – это миг. Мы работаем очень много. Миг, минуты, зримое искусство. Когда увидели, это не книга, которую можно прочитать, не картина, которую можно смотреть, а это миг, к этому мигу мы идём годами, годами. И, конечно, вот этот миг и есть радость. Вот этот именно миг результата и есть радость. К этому грандиозному концерту готовились не только преподаватели колледжа, но и все студенты, а особенно выпускники. Они объединили два праздника – юбилей и, можно сказать, свой последний звонок. Валерия Суруда – одна из лучших выпускниц. Вместе со своей командой они готовили одну из частей праздничной программы. Всё-таки ребята без пяти минут – режиссёры. Валерия признаётся, не сюда собиралась поступать, а теперь спустя три года не хочет уходить. Для меня лично режиссура за три года стала такой профессией, в которой ты можешь подарить человеку праздник. Потому что всё-таки наша главная работа – это концерты, во время празднования различных дат в городе, здесь в колледже у нас. Очень много колледж обслуживает различных мероприятий и городских, и областных, поэтому режиссура – это сплошной один праздник. Хоть и считается, что петь и танцевать может научиться любой, только вот не каждый учитель может научить. Здесь же, без сомнения, каждый выпускник колледжа искренне благодарит своих педагогов, ведь успех артиста или режиссёра, словом любого деятеля искусства, это всего лишь малая часть таланта, всё остальное – только работа. С хорошими учителями всё приходит в два раза быстрее. Я исполнитель тех идей и тех творческих замыслов, которые ко мне приходят, которые ко мне приносят преподаватели, учащиеся, и я их стараюсь помогать, воплощать в жизнь. То есть у меня задача очень простая – направлять творчество туда, куда оно должно в результате прийти, и чтобы подарить радость зрителю. Солидную дату – 70 лет – колледж принимает поздравления практически всю неделю. Безусловно, это прекрасный, а главное – самый подходящий момент для того, чтобы отметить работу тех, кто ежедневно отдаёт всего себя будущим звёздам искусства. Дипломами и грамотами от местного до республиканского уровня наградили лучших преподавателей колледжа с богатой историей. Грудинский колледж мастерства – это безумовно коллектив профессионалов-выкладчиков. И, как выник этой працы профессионалов, это армия работников культуры, которые развивают нашу культуру, которые её заховывают, которые прославляют и транслируют её. 70 лет – юбилейная дата, за которой стоит целая история всего колледжа, и что в самом начале этого пути, когда в стране белорусская культура в послевоенные годы шла на спад, что теперь в эпоху национальных ценностей важным и самым главным остаются – люди, которые создают эту вечную атмосферу творчества. Яна Мельниченко, Сергей Печерицы, Новости, Гродно+. Сразу две премьеры представят на СУЗ зрителей 26 и 27 мая выпускники Гродненской детской школы искусств имени Антония Тезенгауза. Постановки уже готовы, сейчас проходят последние репетиции. Работа выпускников театрального отделения, которые подготовили спектакль «Свадебный бум». Он ещё называется «Трагифарс». Он оправдывает именно название «Трагифарс». Почему? Потому что там сплетаются события, судьбы, любовь. Все музыкальные фрагменты, которые будут использоваться в мюзикле, это их 16, они будут представлены не только драматургической игрой, но и клипами. Вторую премьеру музыкально-драматический мюзикл подготовили выпускники эстрадного отделения. Всё начиная от сценария и заканчивая написанием музыки, аранжировок и текстов – дело рук самих выпускников и их преподавателей. Постановки десятки музыкальных произведений – рок, кантри, джаз и другие музыкальные формы. Все композиции созданы в интонациях и традициях региона и прозвучат в новой современной обработке. Мы все дружно садились, композитор, сценарист, вокалист и сочиняли сценарий. И дети, которые играют в этом сценарии, под них сочинялся этот сценарий, подбирались песни. И уже наш композитор Дмитрий Щерба писал эти песни и писал именно в манере Грудницкой области. То есть эта музыка, весь музыкальный пласт, он написан как «Малая Родина». Напомним, две совершенно разные постановки выпускников детской школы искусств состоятся 26 и 27 мая в 19.00 на сцене областного театра «Кукол». Последние весенние выходные будут по-летнему жаркими. И дело даже не в том, что столбики термометров поднимутся до 24 градусов со знаком «плюс». Грудницам и гостям города на выбор предложено много интересных мероприятий, которые не позволят скучать. «Августовский канал» приглашает всех любителей порыбачить на экологический праздник. Приветствуется участие как профессионалов, так и любителей. Победителя ждет приз. А те, кто любит более активный отдых, наверняка порадует воскресная программа. В преддверии своего профессионального праздника сотрудники погрангруппы приготовили эффектную показательную программу «Концерт и угощение солдатской кашей». Место встречи – парк Жилибера. Также 27 мая в Гродно пройдет спортивный марафон с историческим акцентом. Он состоится уже во второй раз. В прошлом году мероприятие под названием «Городинская вандролка» собрало более 200 участников из Белоруссии, Литвы и Польши. В этот раз только по предварительным данным количество желающих вдвое больше. И это неудивительно, ведь это не просто спортивное состязание. Его изюминкой стал маршрут забега. Если традиционно спортсмены соревнуются на стадионе, то тут любимый вид спорта позволяет еще и пополнить багаж исторических знаний. Фарный костел, монастырь Бернардинцев, драмтеатр, новые старые замки. Это лишь малая часть достопримечательностей Гродно, в окружении которых участники смогут улучшить личные рекорды на дистанциях 5 или 10 километров. Старт состоится на площади Ленина ровно в 10.00. А вот автолюбителям стоит учесть, что на время проведения пробега движение по центральным улицам Гродно будет частично перекрыто. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. Хорошая новость для тех, кто любит музыку. В приложении МТС-Мьюзик вы можете слушать музыку онлайн, но не тратить на это мегабайты. Интернет-трафик в приложении бесплатен. 20 миллионов композиций, новинки и хиты всегда будут с вами. Попробуйте. Первые 30 дней сервис бесплатен для пользователей. Заходите на сайт music.mts.by, чтобы узнать подробности и скачать приложение. Также вам расскажут про сервис МТС-Мьюзик в ближайшем салоне МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова